Ранее в программе «Таёжный спецназ». Меч Колесова достаточно тяжёлое орудие, поэтому аккуратно соблюдаем технику безопасности. Сейчас мы находимся на территории памятника природы Лугавский бор. Для собственных нуж можно собирать ягоду, грибы и даже лекарственные растения. Это пожар, который идёт по почве. Он цеплялся и мог по стволу уйти дальше в крону. Садить их, потому что это легче всего. Потому что вот эта штучка железная очень тяжёлая. Чтобы данный лес, вот это всё, что мы подняли, перешёл нашим внукам, правнукам и всем людям. Это «Таёжный спецназ», программа, в которой мы рассказываем о лесе, его защитниках и развеиваем стереотипы о сибирской тайге. Меня зовут Виктор Бородин. Здравствуйте, мы начинаем. Это архив клонов. Некоторые бывают размером с ананас. Миллиардером меня называют. К нам пришла уже Иркутская область. Когда начнут собирать мешками здесь. Три инженера, два тракториста и три рабочих. Отбиваться от населения, от местного придётся. Это самое. Ермаковский район – уникальное место на карте Красноярского края. На его территории расположилось несколько знаковых для отрасли объектов. Например, самый крупный за Уралом – лесной питомник. Выращенные на нём сеянцы расходятся по многим регионам страны. Но среди большого природного разнообразия особое место в районе уделяют кедру. Причём не только сибирскому, а ещё и корейскому. Деревья высаживают не только в питомниках и на плантациях, но и в дикой природе. Обо всём этом расскажем далее. Это архив клонов Ермаковского лесничества. Создавался он в 92-93 году. Архив клонов – название больше подходящее для нового эпизода «Звёздных войн». Но и в таёжном спецназе есть место для терминов из космической саги. К ним вполне можно отнести и создание тех самых архивов. Так называют места, где собраны лучшие виды того или иного растения. В данном случае – кедра. Главная задача – сохранить генотип. Если утеряется дерево в природе, она рано или поздно будет утеряна, или из-за пожара, или из-за насекомых, или какой-то там хулиган его срубил, то генотип этого дерева с хорошими наследственными свойствами сохранён в архивах клонов. Поэтому называется архив. То есть мы сохраняем не какие-то количество бумаг, а мы сохраняем генотип, гены. Всего в архиве питомника содержится около 80 образцов кедра. Все они аккуратно высажены в несколько рядов. В каждом отдельно взятом все деревья абсолютно одинаковые. Что ещё раз подтверждает то самое название – архив клонов. Вот смотрите, селекция кедра, селекция кедра предполагала создание какого-то сорта. Сортов сегодня мы знаем очень много, сельскохозяйственных разных. По кедру сорта нет. Но чтобы вот его создать, этот сорт, нужно минимум 100 лет. И если вот это потомство одного пульсового дерева, здесь их 15 растений, если это к тому времени дерево в природе потеряется, пульсовое, то вегетативное потомство, оно заклонировано. Генотип у неё точно такой же, как у мамы. И если через 100 лет она проявится в каких-то там экспериментах, то всегда его можно будет моментально размножить, это дерево. И как семенами, так и черенками. Архив – важная, но далеко не единственная часть питомника, которой здесь по-настоящему гордятся. Главное – сами сеянцы. Видите, один подлиннейший, этот уже стандартный. То есть возле вас он стандартный есть. Но основная масса ещё до стандарта не доросла. То есть вот такие вот уже можно в дикую природу? Конечно, конечно, конечно. Не маловатые они? Нет. Или они спокойные? Само нормально. То есть, во-первых, корневая система небольшая, и они приживаются очень хорошо. Стандартный посадочный материал больше 10 сантиметров от корневой шейки. Но этот ещё сантиметров 7. На следующий год он подрастёт и уже будет стандартный, и будет подлежать уже отпуску. То есть когда до 10 сантиметров они дорастают, их уже можно куда-то дать? Да, выше 10 сантиметров он является стандартным. Ну, транспортировка, чтобы не подсушить корни, чтобы как бы не запрели посадочные во время транспортировки, укладывать определённым способом. Верхушка-верхушка, корень-корню рядочками аккуратно. И хранение потом закладывают в специальные ледники. Либо холодильники, как их в народе называют. И уже после этого садят. В рамках нацпроекта «Экология», то есть нами приобретено дополнительное оборудование, новый культиватор, дисковые бороны для паров, паровые культиваторы, мульчирователь, плуги. Приобрели новый трактор нынче. Второй вот планируется закупка в ближайшее время. Конечно, при виде сеянцев у постоянных зрителей нашей программы может сложиться дежавюм. Ведь мы уже показывали их в Иландском и Большимуртинском питомниках. Вот на данном участке здесь 500 тысяч. А стандартно на этом питомнике, стандартно, 1,2 миллиона. Вот мы ими обеспечим полностью наш район. На высадку ездили в Минино вместе с волонтёрами и студентами. Нас обучают и посадки лесной, то, чем мы сейчас занимаемся. Нас обучают разной работе с документацией. То есть мы изучаем охрану лесов, допустим, от пожаров часто затрагиваем. Такие вот моменты. А на подросшие деревья смотрели в Минусинском районе. Этим соснам сейчас 13 лет. Их высадили после крупного пожара. Тогда здесь сгорело абсолютно всё. Но сейчас флора и фауна уже восстанавливаются. Например, возвращаются зяблики и зайцы. Но Ермаковский питомник – нечто иное. Выражаясь спортивным языком, это игрок высшей лиги. Он был создан в 1967 году. А сейчас является самым крупным не только в Красноярском крае, но и за Уралом. Сеянцы, выращенные здесь, расходятся по многим регионам нашей страны. У нас к нам пришла уже Иркутская область. Раньше она не брала посадочный материал. У нас Республика Хакасия долгое время не приобретала здесь посадочный, но теперь берет Республика Тыва. Ну и плюс озеленение у нас берет и Европа, и другие регионы, как в Кемеровской области, Омск, Томск. То есть со многих субъектов люди обращаются. Большинство сеянцев уходит на лесовосстановление. Например, после рубок и пожаров. Обращаются и компании, занимающиеся декоративным озеленением. Естественно, под такие запросы нужна и соответствующая площадь. Ермаковский питомник занимает 122 гектара земли. Чтобы понять масштаб, сравним его с Большимуртинским. Напомню, наша съемочная группа была там в сентябре. Его площадь 5 гектаров. У нас поля, вот взять это поле, оно одно, 4 гектара. То есть и таких полей у нас десятки. В этом году мы высеяли по кедру более трех тонн. В мелкохвойных мы высеяли гектар елки и порядка трех гектар сосны обыкновенной. На первый взгляд, чтобы справиться с такими объемами, нужно много людей и усиленная храна. Однако наши догадки в питомнике опровергают. Охраняется все очень просто. Во-первых, это самое здесь, вот даже говорить о минполосе какой-то самое, ну сложно. Все это окружено полями, которые каждый год обрабатываются, и дорогами. Это первое. А второе, наличие здесь хозяина. То есть мы на работе здесь каждый день. И уже здесь ни хулиганов нету, нету это самое... Ну и, конечно, уход еще. У нас нет вот такой высоты подправленного покрова, который создает какую-то пожароустойчивость. У нас людей не так много. Три инженера, два тракториста и три рабочих, которые непосредственно обслуживают лесной питом. Все достигается высокой агротехникой. Масштабы, объемы и узнаваемость за пределами края. Все это создавалось десятилетиями. И один из творцов успеха, человек, без участия которого всего вышеперечисленного могло и не быть, Виктор Семенович Звыков. Он отдал питомнику 40 лет своей жизни. Приехал сюда и на должность главного лесничего, в котором в лесхозе этот питомник. Он только еще начинал свою деятельность. Ну и всю жизнь оставшуюся на питомнике. 20 лет на пенсии, которая должна быть, я продолжал работать. Я ведь только в этом году закончил работать-то. Вот в июне месяце. Миллиардером меня называют. Ну миллиардер не в смысле в рублях, а в выращенных сеянцах. Ну и миллиардер – это цифра такая, ну, не подсчитанная, ну, так сказать, оправданная. Если мы выращиваем по 10, по 15 и по 25 миллионов было посадочного материала, то, наверное, к миллиарду, может быть, мы и подошли уже. Впрочем, вернемся в самое начало, когда мужчина только переехал в Ермаковский район. Воспоминания с тех времен остались яркие. Питомник был всегда хорошим. Я не могу сказать, что я приехал к такому. Ну, менялась технология, менялось время. Он был и меньше. Работы делались почти все вручную. Вы представляете, мы автобусом привозили учеников на прополки. А ведь потом мы не стали этого делать. Изменили технологию. Рассказы о передовых для советских лет технологиях, кажется, вызывают у Виктора Семеновича особую гордость. Говорит, их сиелки высаживали в почву 12 строчек семян вместо обычных шести. А некоторые новинки, сделанные в Ермаковском на других питомниках, начали применять только спустя долгие годы. 30 лет после нас. Не 2-3 года. 20-30, да. Совершенно верно. В полтора, в два раза выше, чем плановые выходы посадочного материала. Впрочем, не только питомниками известно Ермаковское лесничество. Это лесосеменная плантация, так скажем. Объекты ИГСК, Единый государственный селекционный комплекс. Созданный для сбора улучшенных семян. Если говорить проще, плантация – это место, где собраны лучшие экземпляры кедра. Но в отличие от архива, здесь главная цель – сбор урожая, то есть шишек. Но исходя из этого, возникают и две основные проблемы. Первая – человек. Даже не страшно, что кто-то здесь сорвет 2-3 шишки или там это самое. Но когда начнут собирать мешками здесь местное население и начнет обламывать это самое растение, это самое страшное. То есть, пока мы здесь охрану не ведем, но вот в период семяношения, обильного семяношения, поверьте, мне в другой раз становится страшно. Отбиваться от населения, от местного придется самое, ну, как на маленькой войне. Но договориться с местным населением в будущем еще возможно. А вот со вторым источником проблем поговорить на человеческом языке не выйдет, не поймет. С медведями, с теми еще хуже. Ему не расскажешь, ему не объяснишь. Он просто приходит где-то, только шишка начинает, это самое, еще молочная спелость, только еще орешки там, это самое, скорлупа еще беленькая. А он их начинает уже обламывать. И медведь это такая зараза, залазит, он спускает с самой макушки до самого низу ветки. Ну, как спускает, на которых, конечно же, есть шишка. И причем это самое, у нас вот два года подряд портит медведица с двумя зижатами. Медведица, она уже грустная, она на такие маленькие растения не может залезть. А медвежата, это самое, спокойно залазит до самой верхушки и спускает ветки до самого низа. Впрочем, нападки двуногих и четвероногих не повод отчаиваться. В Ермаковском лесничестве с нетерпением ждут, когда на этой плантации появятся первые шишки лучших представителей кедровых. Здесь естественный реал сосны сибирской, да, кедра. То есть, он вот в настоящем месте, это его родина, так скажем, его естественные условия. Поэтому он здесь произрастает, и надежды были большие, чтобы получать, как бы, очень хорошее семенное потомство. Кедры в Ермаковском районе выращивают не только на специальных плантациях, но и в дикой природе. Причем раньше на этом месте было картофельное поле. Кедры здесь высадили в 80-х годах. И не только сибирские, а еще и корейские. Цель создания этих географических культур, чтобы, еще раз говорю, чтобы проследить, как они ведут себя в других климатических условиях. Все-таки климатические условия Дальнего Востока и нашей Средней Сибири, это, ну, две разные вещи. То есть, изучение климатипов. Что такое климатип? Это какой-то определенный регион со своими климатическими условиями, и как он теперь произрастает. И как этот климатип себя поведет в других условиях местопроизрастания, несвойственных этим условиям местопроизрастания. Ну, допустим, здесь кедра корейского никогда не было. Если бы мы не посадили, никогда бы его не было тоже здесь. Но он себя повел по сравнению с нашим местом, что есть сравнение, гораздо лучше. Именно обильностью плодоношения, то есть чистотой плодоношения и даже силой роста. Внешне корейский кедр почти ничем не отличается от сибирского. Их главное различие – это шишки. И это еще не самый большой экземпляр. Некоторые бывают размером с ананас. Соответственно, различаются и орехи. Привычный нам сибирский намного меньше. Добавлю, что в создании архива клонов, плантации и высадке кедров в дикой природе самое непосредственное участие принимал наш сегодняшний герой Юрий Череповский. Он лично отсматривал и выбирал почти каждое дерево. И сейчас с теплотой вспоминает то время. Рассказывает, работы было много, но она была в радость. Сделали полосы обычным плугом и под лопату посадили. Мы садили, я работал лесничем, это самое Бочереченского лесничества. Это вся организаторская работа, посадка была под моим руководством. Но нам говорили, по определенной схеме, научный самосотрудник, который занимался этими герой сникультурами, вот эту часть посадочного материала в эту борозду, эту часть в эту борозду и так далее. Ну а потом, когда я ближе начал с ними сотрудничать, уже, ну и включился в работу. Как уже, скорее всего, научный, что ли. Ермаковский район – уникальное место и в плане природы, и в плане людей. Ведь заниматься по-настоящему научной работой – дело непростое. Тем более, когда ты находишься посреди сибирского леса в 500 километрах от краевой столицы. Но благодаря этим сеянцам воздух в Красноярске в будущем будет значительно чище. Это был «Таежный спецназ». На этом мы прощаемся. Меня зовут Виктор Бородин. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова